Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, человек создан Богом по образу и подобию Божьему. И видеть в каждом человеке образ Божьего – это путь к тому, чтобы полюбить человека. Пусть этот образ исковетный, изуродов, искалечен, но все равно это образ Божьего. И еще мы не видим внутреннего человека, и нам является только внешний Бог. И то, что Высокого Бога, то часто бывает низко у людей. А то, что низко у людей, то бывает высоко у людей. Вот сегодня память преподобного Папуа Великого. Он основал обитель Туинистскую, мужскую и отдельно женскую, которые били на разных берегах реки Нил. Там жили подвижницы, подвижники высочайшего духа. И вот однажды одному отшельнику, преподобному Петерину, который подвязался в глубокой пустыне, был голосом «Иди в Туинистскую обитель, там есть дева Исидора, она покрывает голову тряпкой, она служит всем с любовью и принимает безропотно их презрение». Какие слова? «Служит всем с любовью и принимает безропотно их презрение». Вот, говорит, она вышла, и тебя всех ее. Ты живешь в пустыне, в уединении, а ум блуждает по всей вселенной. А она всем сердцем и мыслью Богу предана. И когда он пришел в обитель, и когда он увидел ее, и она у него просила благословения, на что он сказал «Нет, мать, благослови ты меня». Сестры стали просить прощения у нее, но она не осталась в обитель, она ушла. И так, обычно какие-то есть следы, а здесь написано «Судьба ее дальнейшей неизвестна». Но вот это пример, что не все то, что золото, не все то, что блестит, что золото, не все то, что блестит золото, так и в жизни тоже. Надо взять смутное время. Начал 17 век, когда вся Русь полыхает в гражданской войне и в интервенции. Кому является преподобный сель? Митрополиту, архипейскому, поеписку, игумену или игумене? Нет, он является торговцем крупными партиями мяса. Казьмимин. Никого не нашлось, или хуже, или лучше, но он ему явился трижды. И Казьмимин собрал войско, которое пошло на Москву, и освободил ее от интервентов и предателей. Я это сказал к тому, что нужно быть внимательным к людям, с которыми мы находимся. Мы часто кого-то презираем, пренебрегаем, но мы не знаем, какие дару этого человека. В этом образе Божьем какая почивает благодать. И как много людей, которые считают себя самыми неустойными к чайным, а в них как раз и почивает эта благодать. Мы не можем любить всех людей, хотя Господь нам заповедовал, что нужно любить, но хотя бы уважать. Уважать тех, кто рядом с нами, уважать вот этот пусть искореженный, искалеченный образ Божий, но мы не знаем, что, какая благодать почивает в этом образе Божьем. И это можно нам, Господь, сначала зауважать ближних, а потом и полюбить. Христос воскрес!